Девушечка, зима, не морозь, да утря, ты согреться, любви руках твоей. Вот так зажигательно начали отмечать день студенты, учащиеся классического вуза. Их не испугала ни зима, ни ранний подъем. Впрочем, студенты технического не менее бодры и активны. На утреннюю разминку пришли практически со всех факультетов. Не лишним будет и накормить вечно голодного студента, решили в политехе и организовали кулинарный конкурс от студенток Татьян. Но набрать необходимое число девушек с когда-то очень популярным русским именем не удалось. И в соревнующихся записывали всех желающих, по одному представителю от факультета. В итоге вкусностями угощали даже парни. Рецепт достаточно простой. Здесь получается соль, сахар, мед, масло и мука. Вкусно, но суховато получилось немного. Попрактикуюсь еще, учту свои минусы и недостатки. В одном только техническом университете сегодня учится 7 тысяч студентов. Из них 700 иностранцев из 23 стран. В последнее время поступают все больше китайцев и африканцев. Говорят, если бы не зима до морозы, нет лучше места, чем Россия, чем Сибирь. У меня есть много друзей русских. Чем они тебе нравятся? Сначала, которые в университете у меня, они всегда помогают мне. Но если что-то непонятно, или мне нужно помочь, они всегда мне помогают. А у меня друзья, но всегда мне звонят, давай встретимся, или погуляем, или играем. У меня много друзей, поэтому я не чувствую, что я в другой стране. Это моя страна. И все же большинство иностранцев уедут работать на историческую родину, поскольку обучаются по квотам. Пополнять кадровый состав в Алтайском крае предстоит больше русским специалистам. Особенно наш регион нуждается в медиках, подчеркнул сегодня губернатор на встрече со студентами медицинского вуза. Мы в вас верим, мы на вас надеемся, мы вас ждем в наших учреждениях и организациях здравоохранения всех уровней. Студентов медицинского в этом году ждет еще один большой праздник. Их родному вузу исполняется 70 лет со дня основания. Основные торжества пройдут в сентябре. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.